Византийское право представляло собой переработанную и улучшенную версию римских законов. Юристы учитывали ошибки своих предшественников и стремились использовать простые и понятные термины, совершенствуя законодательную систему. Похожую функцию в наши дни выполняют инженеры по тестированию. Их задача — отыскать ошибки в программе, сайте или приложении, а затем сообщить разработчикам о найденных поломках. Если вы хотите освоить IT-профессию с легким входом и работать удаленно, то рекомендуем пройти онлайн-курс «Тестировщик на Python» от школы SkillFactory. Он подойдет вам, даже если у вас нет опыта в сфере. На обучении вас ожидает множество практики. Вы будете отрабатывать навыки на задачах от реальных работодателей, пройдете стажировку от компании «Детский мир» и защитите дипломный проект от Ростелеком. Научитесь разрабатывать автотесты любой сложности на Python, проводить комплексное тестирование программ и описывать дефекты и баги для разработчиков. Уже через 4 месяца после начала обучения вы сможете приступить к поиску работы. В этом поможет Центр карьеры. Средняя зарплата тестировщиков составляет 180 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. По окончании курса вы получите портфолио, диплом о профпереподготовке и опыт. Только в сентябре SkillFactory дарит скидку 50% и курс по нейросетям по промокоду HISTORY. Переходите по ссылке в описании и создавайте улучшенные версии программ. SkillFactory учит тех, кого берут на работу. В истории человечества нет ни одной страны, окутанной таким количеством мифов и предрассудков, как Византия. На это намекает хотя бы сам факт того, что для современников никакой Византии не существовало. Была Римская империя, но потом что-то пошло не так. На картах внезапно появилась Византия, и ее стали называть отсталым государством с деспотизмом и мракобесием. И вот уже Иосиф Бродский пишет про тоталитарную Византию, историк Арнольд Тойнби про отсталую Византию, а СМИ, которые нельзя называть, выпускают статью о том, что за тысячу лет культурно нищая Византия после себя не оставила ничего. Как вы уже могли догадаться, по названию ролика все это бред собачий. И сейчас, после ваших лайков, мы со всем разберемся. Начнем с того, что перенесемся в какой-нибудь уютный бар Константинополя. На дворе X век мы зашли выпить и познакомиться с новыми людьми, назвав их византийцами, жителями государства Византия. Реакцией большинства был бы вызов дурки. Вас просто не поняли бы. А от меньшинства и по голове можно было бы получить... Потому что мы внезапно заговорили на древнем языке, который тысячу лет как не используется. И почему-то назвали всех римлян жителями одного города. Это как сейчас завалиться куда-нибудь в Техас и назвать завсегдатаев-бара Нью-Амстердамцами. По старому названию Нью-Йорка. Ситуация, мягко говоря, неловкая. Термин «Византия» был придуман в тот момент, когда Римская империя была уничтожена и не обладала правом голоса. Иероним Вольф, немецкий историк, в 1577-м выпустил книгу «Корпус византийской истории», которые в 17-м веке сделали ремейк аж на 37 томов по желанию французского короля Людовика XIV. Да-да, проблема ненужных сиквелов не нова. Сейчас они идут в кино, а раньше переиздавали книги. Ровно с той же реакцией общества на тему их необходимости. Но годы шли, и в 18-м веке историк Эдуард Гиббон использовал именно этот ремейк для своих трудов «История падения и упадка Римской империи». Это основное учебное пособие, которое проходили и проходят во всех учебных заведениях. И термин «Византия» таким образом пустил метастазы даже в головы простых людей. В реальности жители Византии называли себя римлянами. Константинополь чаще всего упоминался в разговорах под названием «Новый Рим», а короля называли императором Рима. Были вариации вроде «Романии», «Романиды» или «Государство ромеев», но все они плясали именно от «Рима». Точка. И в этом мифе других толкований быть а-а не может. Мы перейдем к следующему, и он в том, что Византия была отсталым государством, которое не внесло вклада в мировую историю. Дословно такую цитату мы с удивлением прочитали в относительно современной статье под названием «Византия. Идеальная катастрофа». В ней же упоминалось, что все наследие Византии – это книги для неграмотных, религиозные споры и описания жизни святых. Ни одно слово из вышеперечисленных правдой не является. Тут, в принципе, можно управиться одними лишь документами монастыря Афона. В них достаточно подробно велись записи о грамотности населения. И в документе монастыря Ксеропотамас в 1081 году н.э. указано, что количество грамотных людей в империи составляет 64%. Чуть позже в монастыре Лембиотисы документы с 1210 по 1287 показывают, что уровень грамотности составлял 62%. Причем эти данные основаны не просто на цифрах, а на буквально записях от живых людей. Небольшое падение имеется, но есть нюанс. Он в том, что в Англии на 200 лет позже грамотными будут лишь 10% населения, да и то мужского. Женщины к 10% подберутся лишь к 17 веку. Во Франции в 1501 уровень грамотности населения составит 19%. И это, в принципе, все, что нужно знать о якобы отсталости Византии. Кратная разница в грамотности – это вам и школы, и монастыри, и наука, и еще десятки параметров на эту самую грамотность влияющих. Ну а если мало и этого, есть письмо византийского генерала с примечательным именем Кекаменос. В нем в XI веке генерал советует сыновьям список книг и учебных пособий по тактике и военному делу. Представить что-то подобное в средневековой Европе, мягко говоря, тяжело. На сладкое есть и подробное описание операций по разделению сиамских близнецов, которую провели медики в X веке, в правление императора Константина VII. А ученый Никифор Григора из Константинополя в 1326 году рассчитал неточность актуального тогда юлианского календаря и предложил императору реформу. Ее отклонили, но именно расчеты Никифора Григоры спустя 200 лет использует Папа Римский Григорий XIII, по календарю которого Григорианскому мы живем и по сей день. Пожалуй, самое смешное в утверждениях об отсталости Византии, то, что именно Византии человечество обязано за эпоху Возрождения. Авторам статьи об отсталости государства стоило бы взглянуть на странное совпадение дат и задуматься, почему Ренессанс начался аккурат после падения Константинополя. Небольшое исследование приведет к тому, что дело в бежавших из Византии на запад ученых, писателях и артистах. Весь смысл в том, что на закате Византии у нее почти не было сухопутных путей сообщения с Европой. Общались лишь ограниченно по морю, но когда пал Константинополь, с него побежали, забирая с собой бесценные труды, сохранившиеся из античности. И эти труды вместе с византийскими учеными произвели в Европе фурор, начав эпоху Возрождения, сковавшую современную цивилизацию. Простым примером будет история Академии Платона во Флоренции, а альма-матер итальянской культуры Ренессанса был заложен в 1462-м, когда итальянский банкир Козимо Медичи сходил на выступления византийского лектора об античной культуре. Подобных примеров десятки, и высказывание, что Византия не оставила культурного следа – это нонсенс. Ноги у него растут ровно оттуда же, откуда и у прошлого мифа. Из Франции 17-18 веков ее философам ну уж очень не хотелось ассоциироваться с монархией, списывая на нее все проблемы. А продвинутая Византия, да еще с ее обособленным христианством, была как кость в горле. Вот и прикрутили к восточному христианству орел мракобесия, безграмотности и суеверий. Особенно в этом выделился Шарль Монтескьо. Но в целом нарративы Европы дружно поддерживали идеи отсталой Византии. Тут, по иронии, дело даже не в том, что французская корона хотела видеть себя единственным наследником Рима. Такие лейтмотивы тоже были, но началось все как раз наоборот. В 17 веке Людовик XIII загорелся идеей Византии. Мода, культура и стиль стали при дворе обычным делом, а себя монарх назвал как раз преемником Византии. На дворе облизилась эпоха революций. Вот просветители и врубили на полную излучатели ужасной и отсталой Византии. Да еще и с диктаторами во главе. Так родился еще один миф о деспотичной, недемократичной Византии. Само выражение «византийский деспотизм» активно используется даже сейчас в политических беседах, и это снова идет вразрез с реальной историей. Да, Византия была монархией и в стиле Рима достаточно централизованной. Но нюанс в том, что византийские императоры чуть ли не первыми в истории приняли парадигму, что перед законом все равны, даже император. Впервые идею предложил Феодосий II в IV веке нашей эры, а забетонировал ее Юстиниан в своем легендарном кодексе 529 года. В нем черным по белому написано, что если постановление императора противоречит законам, то его можно не исполнять. Дело все в церкви и забавном парадоксе. Император действительно был выше всех земных законов. Но в то же время он был ниже Бога. А в Византии считали, что за нарушение законов ты отвечаешь перед Богом. Вот и складывался казус, который законодательно решил оформить Юстиниан. Само собой, он выполнялся не всегда. Но давайте будем честны. 99% правителей в истории на какие-то законы в свое время дозабивали. Византия в этом плане скорее исключение, ведь есть пример Мануила Камнина. Он в XII веке решил сделать наследником своего сына и в довольно жестокой форме принудил это дело одобрить что патриарха, что чиновников. Итог. После смерти Мануила его сына убил собственный дядя. Просто потому, что насильное усаживание на престол шло вразрез с кодексом Юстиниана. Церковь также не находилась под контролем государства, да и сенат в Византии никуда не делся и продолжил существовать. Система сдержек и противовесов, конечно же, не была похожа на современные, но от европейских даже спустя 500 лет после падения Византии. А она в этой самой Византии толком ничем не отличалась. Просто так сложилось, что государство погибло и на его наследии стали скакать, изворачивая каждый кому как удобно. Ну а последний миф, о котором хотелось бы поговорить, это духовность. Стараниями все тех же просветителей Византия вбилась в голову почти каждому, как насквозь суеверное государство. Где половина населения монахи, а вторая половина батюшки? Вопрос в том, что здесь в принципе плохого, оставим за скобками, почти все могущественные державы в истории были насквозь религиозны. Персия, Греция, Рим и те же США на заре своего существования это тоже в каком-то смысле большие монастыри. Но против человеческой природы не попрешь и само собой без казусов не обходилось. Вот и Византия не исключение, просто потому, что это все та же Римская империя, где существовал святой треугольник из жены и любовницы и женщины легкого поведения, которые были у подавляющего большинства знатных мужчин. Даже императоры не исключение. Прокопий Кисарийский в пятом веке намекал, что жена Юстиниана Феодора в свое время была ночной бабочкой. И именно поэтому семья так яро выступала против этого бизнеса в империи. Точно так же, как и в Риме, в Константинополе обожали развлечения. В Стамбуле на месте современной площади Султан Ахмед сохранились колонны и останки здоровенного византийского ипподрома на сотню тысяч зрителей. А алкоголь, ставки и веселье, как и во времена Древнего Рима, в Византии тоже процветали. Просто потому, что мы говорим об одной и той же цивилизации. Влияние христианства, конечно, ощущалось, но выливалось это в основном в отсутствие гладиаторских боев и меньший градус насилия на соревнованиях. Что сложно называть негативным фактором. Но что еще забавнее, в Византии даже от прошлых религий не отказались. Изображения старых богов вроде Венеры спокойно можно было встретить на картинах рядом с Христом. В VI веке почти повально на территории Византии Христа рисовали в египетском стиле. Сохранились даже фаюмские портреты, демонстрирующие, что христиане хоронили своих по обычаям эпох фараонов. Сплав христианства, язычества и местечковых верований в Византии был замечательным. И грустно лишь то, что вместо его изучения человечество до сих пор предпочитает штамповать мифы и клише. Если вам наша история с их развенчиванием понравилась, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Ну а у нас пока все. До новых встреч, друзья!